В многофункциональных центрах Красноярского края недостаточно сотрудников, а зарплаты оставляют желать лучшего. К тому же во многих северных и отдаленных населенных пунктах из-за плохого интернета невозможно наладить связь с уполномоченными ведомствами. Чтобы разобраться в этих проблемах, депутаты Законодательного собрания края отправились с проверкой в МФЦ города, а после созвали специальный комитет. На нем побывал и Евгений Черных. Номер В-27. Пройдите к окну. Номер 28. Такая приятная и знакомая каждому, кто хотя бы раз посещал МФЦ «Фраза» и система с 2010 года позволяет избавиться от толкучки. 12 лет назад правительство Красноярского края распорядилось создать эти многофункциональные центры. Их главная цель – сделать взаимодействие людей с государством как можно легче и понятнее. Сейчас на территории нашего региона работает 65 отделений. В Красноярске – 11. Самое большое – на улице Свердловская. Здесь 54 окна. Здесь очень удобно. Все в одном окне можно получить. Абсолютно все услуги, начиная с материнского капитала, пособия для детей и так далее. Купить недвижимость, зарегистрировать ее в Росреестры. Поэтому это очень удобно. Не надо тратить несколько дней. Все можно получить в одном окне. Многофункциональные центры объединяют в себе множество структур. Росреестр – это купли-продажи, регистрация имущества. МВД – это прописка, миграционный учет и так далее. Пенсионный фонд и многое другое. Однако, важно сказать, МФЦ не выполняет их функции. Они лишь подают документы за вас. Другими словами, работники центра – словно ваши личные секретари. Недвижимостью занимаюсь, заказываю выписки из ЕГРН, на регистрацию, Росреестр документы сдаем. Конечно, удобно. То есть пришел, талончик взял, подождал, в этот же день сдал документы. В кадастровую палату нереально попасть без записи, сдать документы. В МФЦ всегда можно. Сегодня в пару красноярских отделений приехали депутаты законодательного собрания Красноярского края. Они не проводили проверки с начала пандемии. К сожалению, сейчас проблемы в многофункциональных центрах есть. В некоторых отделениях не хватает работников. К примеру, в Норильске набрано только 50% штата. Конкуренция с местными предприятиями, где зарплата больше, просто невозможна. Во многих северных и отдаленных населенных пунктах плохой интернет и взаимодействовать с ведомствами очень сложно. В целом сказать, что система работает достаточно хорошо, на мой взгляд. Безусловно, там есть свои трудности, есть свои проблемы. И самое главное, что система многофункциональных центров должна очень быстро, активно реагировать на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Потому что, будь то коронавирусная инфекция и меры поддержки населения, которые здесь не принимались, вот сейчас не очень простая ситуация в экономике и в социальной сфере. И будут новые меры поддержки граждан. И тоже это ляжет на МФЦ. Сегодня на комитете по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению эти проблемы озвучили. И в будущем создадут рабочие группы по каждой из проблемных тем. Евгений Черных, Дмитрий Комаров, 7 канал.